В минувшую пятницу, когда президент Путин начал большую пресс-конференцию в Москве, в здании Госдумы с группой депутатов встречались представители муниципалитетов Московской области. Обсуждали реформу местного самоуправления в Подмосковье. Депутаты районов и поселений, а также главы муниципалитетов доказывали федеральным парламентариям, что эта административная реформа не улучшит, а ухудшит ситуацию в регионе. Районные чиновники с приходом в 2014 году главы района Юлия Владимир Владимировича заняли позиции противостояния нашим начинаниям. Силь работы главы района ведет на уничтожение местного самоуправления. В марте 2015 года через двух депутатов городского совета район захотел забрать все полномочия городского поселения, заставляя депутатов либо не ходить на совет, либо голосовать за передачу полномочий в район с изменениями естественного устава. Есть коллективное письмо, где-то от председателя Московской областной думы Игоря Варанцалова и губернатор Андрея Воробьева об оказываемом давлении на депутатов со стороны чиновников района администрации. Вера не принята, ответа не дали. На встречу с депутатами Государственной думы, кстати, не пришли представители Московской областной думы, хотя они были на нее приглашены. А все присутствующие гости из подмосковных муниципалитетов дружно называли идущую в регионе реформу антиконституционной реструктуризацией местного самоуправления. Несмотря на вступившие в законы силы решения депутатов, принятые 19 декабря, вынесенные на основании абсолютного большинства голосов жителей против объединения, всю текущую неделю ведется информационная атака. Оказывается давление на жителей с призывом поддержать объединение. Учителям откровенно приказывают приехать и сказать на камеру, что они за. Вылавливают по поселку недовольных жителей, обещая им горы золотые принуждают высказываться против всей поселка. Также ведется активная работа с гражданами, которые должны были в ближайшее время переезжать в новые дома по программе переселения из районных жильев. Обещание районных властей в случае поддержки инициативы построить новые, более качественные дома. Кроме того, за пять дней до проведения публичной суши лично на меня оказывалось давление. Пришло по старому УБЭП, изъяли документы по семи контрактам, без оснований, просто предъявив удостоверение. То есть, конечно, с нашей реакции поставил молниеносно, мы обратились в прокуратуру. Но пока никаких результатов нет. Напомним, в этом году губернатор Воробьев объявил о продолжении реорганизации муниципалитетов. И главы Люберецкого, Русского, Истинского и Талбинского районов в Московской области выразили желание преобразовать свои муниципалитеты в городские округа. В ближайшее время предполагается преобразовать также Колуменский, Можайский, Нарафоминский, Серпуховской и Павлово-Посадский районы. В перспективе, говорят в коридорах областного правительства, городскими округами должны стать все муниципальные районы Подмосковья. Однако намерения региональных властей и методы исполнения этих намерений на местах вызвали неоднозначную реакцию у представителей местного самоуправления. Когда мы просматриваем те же самые социальные сети, но мне становится порой даже страшно. Сотрудники районной администрации после публичных слушаний в Запрудни говорят так, битва проиграна, но война нет. У нас что, районная область воюет с нашим народом, с нашим населением, с нашим местным самоуправлением? Мне это очень не нравится, очень неприятно. И я надеюсь, что, конечно, на фракциях Государственной Думы этот вопрос будет особенно основательно рассмотрен с привлечением и Следственного комитета Российской Федерации, и других надзорных станций. Кстати, укропнение муниципалитетов уже стало всероссийским трендом. С 2009 года их стало меньше на 1839. Как прозвучало на пятничной встрече депутатов Госдумы с коллегами из Подмосковья, идет процесс укрепления вертикали власти. Прежде всего, в части управления бюджетными финансовыми потоками. Главе Талдома не дают слово. Выходит глава муниципального района и поднимает по одному по списку директоров школы. И что, коллеги, 25 лет демократии, что мы слышим? Я сам участник этих публичных слушаний. Встает директор школы и говорит, что мы хотим сильной руки. Нам не нужны выборы. Нам не нужна демократия. Мы хотим единоначальство, отечество опасности, особенно Талдомский район. И нам срочно нужно принять меры по централизации власти. Коллеги, что это такое? И таких выступающих было 20 человек. И все они учителя и директора школы, которые учат наших детей. Венцом всего выступления главы района Владислава Юдина, цитирую. Я считаю, что тратить деньги на выборы – это преступление. Результатом трехчасового бурного обсуждения в Госдуме административной реформы стало принятие решения о формировании рабочей депутатской группы по предотвращению ликвидации местного самоуправления в Подмосковье. Кроме того, на встрече было объявлено о том, что в январе 2017 года планируется собрать в Москве крупнейший за всю историю гражданский форум в защиту местного самоуправления. Продолжение следует...